Привет! Ты на канале 6 класс ТВ. Меня зовут Марина, я репетитор по математике. Сегодня мы с тобой решим задание под номером 486 из учебника математика 6 класс Веленкин Жохов. Давай откроем учебник и посмотрим на условия задания. Итак, найдите. И даны числа, которые нужно найти от числа. Какой-то процент или часть от числа, если сказать правильно. Итак, в данном видео мы рассмотрим вторую часть данного задания. Если тебе нужна первая часть, то смотри предыдущее видео. И чтобы решить данное задание, нам нужно с тобой знать или вспомнить, как же находится дробь от числа или процент от числа. Да, та же самая десятичная дробь от числа. Видео с теорией по этой теме ты можешь посмотреть, перейдя по ссылке в описании под этим видео. Ну, а для тех, кто уже знает, посмотрел или выучил уже, как находится процент, десятичная дробь от числа, переходим уже к решению. Первое у нас задание это же. Нужно найти 0,2 от 0,8. Я напомню, что чтобы найти дробь от числа, нужно умножить число на эту дробь. И не важно, что это число, например, тоже является десятичной дробью. И не важно, что дробь у нас не обыкновенная, а десятичная. Это не важно. Все равно это находится через умножение числа на дробь. То есть нам нужно 0,2 умножить на 0,8. Как умножается это устно? 2 умножаем на 8. Будет 16. А теперь смотрим, сколько знаков с запятой нужно отделить. Здесь один знак и здесь один знак. То есть от 16 нужно отделить два знака. Получается 0,16. Было 16. И мы отделили 1 и 2. И поставили запятую. То есть 0,16. Задание Z. 0,7 от 4,2. То же самое нужно просто умножить. Можно наоборот поставить. Можно вот таким образом поставить. В принципе, это ни на что у нас не влияет. Возьмем, как будто запятых нет. И 7 умножим на 42. 7 на 40 это 280. И 7 на 2 это 14. То есть 294. Теперь по запятым. Здесь одна запятая. Одна цифра. И здесь одна цифра запятой. Да, у нас отделена. Значит, 294 нужно отделить две цифры. То есть 94. Получится 2,94. Сразу и в устном счете немножко потренируемся. Да, потому что я не вижу смысла сейчас это решать. Если это в принципе устно все решается. Так, следующий. Уже переходим к процентам. Скажу опять-таки. Кто не понимает, как вот с процентами работать, переходи по видео на видео, которое находится по ссылке в описании под этим видео. Там есть также задача с процентами, как находить процент от числа. Ну, а я напомню, что это опять-таки этот процент это такое же число, это точнее такая же дробь, да, это часть от числа. Поэтому тоже ищем через умножение. Главное, что мы не забываем, должны не забыть, это то, что проценты нужно переводить в десятичную дробь. То есть, если мы сто процентов, я напомню, берем за единицу, то в данном случае тридцать процентов это часть. Это ноль целых три десятых, да, ну или тридцать сотых. Но мы тридцать сотых не пишем, мы пишем три десятых. Дальше что там у нас? Тридцать пять процентов. Это ноль целых тридцать пять сотых. В следующем будет сорок два процента. Ноль целых сорок две сотых, да, и шестьдесят пять процентов. Это ноль целых шестьдесят пять сотых. Это я так напомню. То есть, нам нужно взять наше число и умножить на ноль целых три десятых. В принципе, можно записать, что умножить на 30 процентов – это равно 50 умножить на ноль целых три десятых. Ну, я думаю, в этом задании это как семечки, устно можно решать, да. 50 умножить на 3, это будет 150, и один знак с запятой нужно откинуть, получается 150, 0 откидываем, получается 15. Ну, я имею в виду, почему откидываю, потому что нет смысла здесь писать запятая и 0, да, потому что здесь 0. Поэтому мы вот так и оставляем просто 15. Так, под буквой К 35% от 12,6, 35% 0,35, то есть мы запишем, что это 12,6 умножить на 0,35, ну, здесь, конечно, уже устно не решишь, нужно просто умножить 12 и 6 на 0,35. 0,35, 0,3, 10, 13, 5, 6, плюс 18, 7 и 3. Так, 0,1, 1, 13, 14, 4. Так, смотрим, сколько отделяем, раз, два, три, три знака, раз, два, три. То есть получается 4,41. Так, я это сотру, чтобы оно нам не мешало. Так, L под буквой L 0,42, причем от дроби нужно найти, да, это находим. 5,7 умножаем на 0,42, ну, нужно перевести или 5,7 или 0,42, ну, я предлагаю 0,42, ну, и сразу умножить числитель на числитель, знаменатель на знаменатель. Понятно, да, 0,42 умножаем. Так, давайте это я, наверное, сотру, чтобы оно нам не мешало. Смотрим, что мы можем сократить. Ну, понятно, 5,100 мы можем сократить на 5, здесь будет единичка, здесь 20. 42,7 тоже можем сократить на 7, здесь единичка, а здесь 6. То есть у нас 1,6, 1,20 остается. 6,20 сразу также мы можем сократить на 2 и получается 3,10 ответа. И последнее задание под буквой M, это 65% от 5,1,13. Так, нужно смешанное число перевести в неправильную дробь, да, для этого нужно 5 умножить на 13 плюс 1, это 66,13, ну, а 65 тоже представляем в виде 65 сотых. И записываем, умножаем числители, умножаем знаменатели отдельно. 66 и 100 можем сократить на 2, здесь будет 33, а здесь 50. 65 и 13, так, можем сократить, да, на 13. Здесь 1, а здесь 5, потому что 65 делится на целом на 13. В итоге 5 и 10 тоже сокращается на 5, останется 1 и 10 и останется просто у нас 33, десятых. Выделяем целую часть, 3,3. Вот и все, на этом задание мы решили уже полностью. Переходи по ссылке в описании на наш сайт, там ты сможешь решить самостоятельно похожее проверочное задание и получить за это баллы. А каждую неделю трое учеников, которые наберут больше всех баллов, получают пополнение счета на свой телефон. Если тебе понравилось наше видео, ставь лайк. Кто не подписан, обязательно подписывайся на наш канал. Если есть вопросы или комментарии, оставляй их под этим видео. Ну, а я со всеми прощаюсь. До следующего задания.